ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ. КОМ. Ты точно знаешь, кто победит. КС МАНИ. Новый сервис для обмена вашими скинами из КСГО. Надоела куча ненужных скинов в инвентаре. В КС МАНИ обмен скинов быстрый и надежный. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте. Выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться, из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. КС МАНИ. Новая эпоха трейда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья! И добро пожаловать на третью решающую карту в поединке Vega Squadron против NEMIGA у микрофонов Кван и ГМР. Все-таки забрали свои пики коллективы и теперь готовы уже бороться на решающей карте. Это будет Мираж. Казалось бы, был явный фаворит. Это Vega Squadron, но NEMIGA показали отличную борьбу на своем пике и смогли докамбетчить до овертаймов. Теперь же, все же проиграв Инферно, придется им играть еще и на Мираже. Именно эта карта решит, кто же дальше пройдет по сетке закрытой квалификации, а кто же ее покинет. Начинается сайдпик прямо сейчас с традиционным ножевым раундом. Ну и напомним, что проигравшая команда уже все. Победитель сегодня узнает, кстати, следующего оппонента в матчапе, в ангар про 100. Да, тоже будет очень интересно посмотреть за этим противостоянием. По расписанию оно должно было начаться в 9 по Киеву и Москве, но что-то мне подсказывает... 25 минут, ребята, у вас. С такими плотными первыми двумя картами 25 минут на Мираж. Высока вероятность того, что небольшая задержка у нас все-таки будет. Но в любом случае мы будем смотреть постоянно за интересной игрой. Надеемся на то, что и вторая пара коллективов нас также не разочарует и покажет много интересных элементов игры со своей стороны. Думаю, что так оно и будет. Секреты счастья. Это сильно. Секреты счастья в том, чтобы все-таки выиграть эту карту, пройти дальше по сетке и вот так уже приблизиться к поездке в Шанхай, которое действительно многое значит для коллективов. И надо надеяться, что все же будет такая возможность представиться, поиграть с топовыми коллективами. Ну а кому-то из наших зрителей представится возможность поехать в Шанхай. Абсолютно бесплатно. Подробности под плеером трансляции. Энтрикил от Роба. Ребята из команды Немига просто забегают, как бешеные звери под базу Ай. Дают два безответных, три безответных фрага. Вообще ничего не бояться здесь Немига. Отлично идут, но после этого уже встречают отпор со стороны Вега Сквадрон. Худжи и Чоппер дают ответку на два фрага. Бомба все еще не стоит. Более того, ее еще и подобрать надо. Ну, вроде бы справились с этой задачей. Бомба на руках. Худжи. Худжи в контакте. Ну вот. Задавят его. Ох, какой минус. Так, Худжи пока сдаваться не собирается. Видит на риолде оппонента и вешает еще один хедшот. Это уже трипл киллы. При этом Киберфокус остается последним. Ну, он вообще даже не туда смотрит. Поэтому тут все очень плохо для Романа. Можно пройти на Б через Катерис Пау на самом-то деле. И это после трех энтри киллов происходит, дорогие друзья, для команды Немига. Потрясающая игра. Действительно. Ну, остается только помолиться за Киберфокус и успешность его квача. Потому что здесь шансов не так-то и много. Только везение ему поможет. Везение ему не улыбнулось. Это два в пять. Худжи и Чоппер берут эту пистолетку и отправляют в свой актив. Вега Сквадрон довольно часто выигрывают пистолеты. И сейчас, наконец-то, не покупают пять фармганов. Да, действительно, мы увидели хоть какие-то изменения. Но в лучшую ли сторону. Просто Джиар взял Скаут и Худжи с высокой долей вероятности. Нет, все же Кольт. Будет один Кольт в руках у мира, более того. Поэтому все в порядке. Это в первый раз, когда Вега Сквадрон, выигрывая пистолетку в дефензе, все-таки оставляет себе хотя бы один нефармган. Оно и правильно. Все-таки довольно часто белорусы как раз на форсбаях и переворачивали еще одно табло. Ну, пока непонятно, удастся ли им еще раз провернуть этот раунд. Пришел Кеша и погиб. Вот такое вот начало. Пока такое впечатление, что какое-то проклятие на этих раундах. И нужно как-то спасаться. Я не знаю, вот что тут поделаешь, когда вечно эти фраги залетают им наполам. JR пошел воевать. Попал, но не добил. Но остается три красных игрока у команды Немига. Тут, конечно, задача, наверное, мира со своей эмочкой всех этих парней похоронить. Так, ну пока похоронить особо не получается. А вот у Хитмауза все летит прекрасно. Наконец-то подключается и JR. Здесь уже находит фраг для себя, но пока в меньшинстве. Плюс еще и много гранат. Но тут будет тяжело. У Роба еще и фраг по Чопперу дает. Ну, JR, наверное, уже может с пистолетом выходить. Но все-таки ползет до конца на Скауте. Скаут выглядит здесь скорее проблемой. Хотя нет, в руках у JR все в порядке. Видит много оппонента. Попадает. И вот так буквально, возможно, к JR. Он не повернулся даже. Была же инфа по JR. Он раза два уже выстрелил. У JR либо идет на эйс, либо просто дефьюзит бомбу. О, ну все, ясно, понятно. Не успевает Хитмауз. Дефьюзит бомба. И теперь давай эйс. Так, чтобы наверняка эйса не будет. Но все еще JR является героем этого раунда в первую очередь. Это было незаконно. Сидеть и 10 секунд дефьюзить. Ну, про не делают фейков, как говорится. Действительно, JR это доказал только что. Отлично разыграл. 2-0. Все-таки в пользу Vega Squadron. Хотя было это очень близко. Почему его не убили? На КТ. Это кто киберфокус бежал на КТ? JR уже убил тиммейта. Второй раз выстрелил из скаута в точке. И на него никто не сможет. Абсолютно. Игноры, вправду я с тобой соглашусь. Но колл-то должен был быть. Наверное, как-то на него не отреагировал игрок атаки. Да и слышно было. Ну да ладно, 2-0. Vega Squadron все-таки берут. И выигрывают этот раунд. Ну, а Немига закупаются. Это два калаша. Это UMP и парочка деглов. Ну, в принципе, тоже есть чем воевать. Немига понимает, что практически выиграли раунд. И нужно дожимать. Но пока уже мир дал. Один фраг огнем. Второй свинцом. И вот, наверное, на этом весь выход и остановил. Дожимать не получается абсолютно точно сейчас белорусам. Но 5-0. Вот так вот. Двое сгорели еще при этом. Худжина фармил. Как же красиво начинается карта для Vega Squadron. Хороши фраги. Идут действительно со стороны Vega. Без потерь закрыли раунд. И вот здесь уже можно сказать, что ребята подфармили в экономическом плане. Подзаработали денег. Да и более того, Немиге предстоит экономический раунд. Такой вот фор с их стороны абсолютно не заролял. Волевуху они провалили. И теперь, ну, пистолеты на руках. И вера в лучшее. В то, что вновь где-то кто-то под них подставится. И удастся их реализовать. Карта решающая. И по-хорошему Vega тут должна просто к минимуму свести все свои неосторожные действия. Все свои ошибки. Ну, пока вроде бы так и пытаются играть Vega. Да, были трудности в том раунде. Но даже с ними смогли совладать. Пока же уже и Чоппер находит фраг для себя. Кешандер пока смотрит Пелос. Но там никого из оппонентов нет. Мир идет. Буквально наступает на пятки сопернику в центре карты. Но до конца уже никуда не двинется. Ну что, атака пойдет, судя по всему, с упором на яму. Но даже из нее толком никто не вышел. Огромное количество убийств для Vega. Ну и последний. Киберфокус отправляется туда же. Уже второй раунд без потерь. Квадракил от Чоппера. И постепенно Vega Squadron набирает очень даже неплохой экономический банк для себя. Немиге придется тяжело. Чтобы вот так вот опрокинуть своего оппонента. Нужно брать два раунда подряд. Даже если, может быть, и три. Тут зависит от того, как будут обстоять дела по фрагам и по сейвам. Тяжелая, да, перспектива, безусловно, у команды Немига. Но есть пять калашей. Куча гранат. Этот раунд можно выигрывать. И тут мы видим бага с плитом от БС с использованием центра. Ну а вот Vega. Они уже контролят гамму. Контролят А ковры. Находят первый фраг. Делает это Мир. В подземке уже пикает Хит Мауза. И при этом с высокой долей вероятности уйдет безнаказанным. Хотя здесь уже за ним идут. Флешечка. Мир. Еще одна флеш. И тут все блайнди. Изи фраг. И еще один. Дал инфу тиммейта. Вывод. Отличные перестрелки в центре карты, которые выигрываются Миром и его тиммейтом. Наверное, Немиде пора прожимать паузу. Их просто избивают. Аркада ковров. Аркада ямы. Аркада в тоннель. И все это сработало для Vega. Вот чем-то похоже на то, что мы видели в защите на оверпасе. Только намного результативнее. Прям в разы. Vega Squadron потеряли одного игрока. До этого дважды никого не теряли. Вот это действительно то, что называется комфортная карта. Неми гадали раунд Джаару. И все это поставило под очень сильный удар счет в первой половине. Да, уже 5-0. При этом снова экономически. Неми га, по идее, шестерку отдадут веге. Вот такой вот старт нельзя назвать хорошим. После таких двух плотных карт. После такой серьезной борьбы. Здесь пока белорусов-то мы на карте и не видим. Вновь пытаются выйти через яму под базу А. Террористы. МДС, кстати, снова на беретках. Ну и удачи парням. Выйти будет тяжело, безусловно. Да, но тем не менее, возможно. Все-таки, если хорошо вырубить Чопера, Чопера вырубить хорошо уже не выходит. Он свой кейл находит и дальше призывает имейтов. Серия разменов выводит в огромное преимущество команду Вега. Роман там уже, видимо, без патронов был. Но это не важно. Вега просто отказываются умирать. При этом у Кеши 0 все еще. У Кеши 0, зато у Чопера 11 на 1 на 1. Вот так вот. Пока одного Чопера и хватает, чтобы закрыть половину команды. Ну а белорусы едины во мнении. У них два фрага и шесть смертей у каждого. Да, зрелища, конечно, не из приятных. Но зато Леонид сегодня на третьей карте раскрывается наконец-то по максимуму. Ну а у нас второй вот такой супер девайсный раунд. Даже с АВП для атаки. Так, ну хоть здесь уже Немига должны показывать свой оскал. Все-таки здесь и АВП есть. И определенно какая-то задумка тоже должна присутствовать. Плюс и Вега настолько нагло не будут давить со всех сторон. Снова, скорее всего, по крайней мере, на первом тайминге они этого и не делали. Ну что, МДС получил солидную порцию демеджа на старте. Мир занимает не совсем дефолтную позицию на лестнице. Ну а МДС выходит коннектор. При этом как-то все игроки в центре у Немиги. Вообще все. Ну и пока при этом никто не идет их пикать. Неплохая ХАЕшка пробрасывается прямо под роба вместе с тиммейтом. И они немного пострадали по ХП МДС. Находят первый фраг. Ответка моментальная. Но все-таки 4 в 4. У атаки есть небольшое преимущество. Но они все зажаты под медлом. Да, они сделали подсадку. Но вот тут, конечно, мир уже сам вышел. Но где-то, возможно, заигрываются здесь эти товарищи. Но с другой стороны. Джиар бьет по головам. Видит еще одного оппонента. Простреливает, но не добивает Киберфокуса. Ну что, 2 в 2. Киберфокус красный в точке. И еще есть один игрок обороны. Про него должны догадываться. Так, ну, не догадывались. По крайней мере, Роман не догадывался. У Киберфокуса задача была не из простых. Он с ней не справляется. Это счет 7-0, дорогие друзья. Вот так вот только что разыграли раунд для себя Вегас Квадрон. Настолько плотные первые две карты. Такое феноменальное количество экшена мы увидели на Оверпассе и Инферно, чтобы Мираж 7-0 с выходом даже на 8-0. Ну, кто бы мог подумать, что все так плохо будет. Ладно, если бы не Мига хотя бы доходили до планта, оставили бомбы. Но нет бомбы, а значит нет закупок каждый раз. Вообще никак это невозможно было бы сделать. Ну, и вот они последствия. Видите сами, дорогие друзья. Тут как бы половину в сухую уже можно себе оформить. Ну что, атака останавливается с упором под Б. Здесь, мы видим, уже готовится давать прокидку Мир. Инфа от фургона, в принципе, как-то удивить. Выйти неожиданно, ни Мига уже не смогут по-любому. Так и есть. Кешандр прорывается на подземку. Вот это решение на самом деле не является каким-то сильно разумным. Как по мне, все-таки у оппонентов пистолеты и так лезть на рожон не стоило. Если бы там был один игрок, наверное, Кеша бы справился. Но там стояла двойка. Поэтому не Миге получилось. Дело Тентри, Чопор на размене. Ну, один девайс в любом случае себе тут уже не Мига найдет. По идее, дальше подсадочка. Мир это все видит и дает два фрага без проблем. Третьего тоже замечает. Изи. До девайса дело не дошло. Все под подсадкой и погибли. Даже несмотря на потерю Кеши, причем очень не вовремя он, конечно, умер. Спокойненько Мир, Чопор все сделали достойно. Да у Кеши вообще, прямо скажем, как-то один к пяти или сколько там у него смертей. Ну, один фраг. Команда 8-0 тащит, у Кеши один фраг. А Кешандр вбивается в подземку. Пытается давать уже фраги таким вот наглым, дерзким способом. 8-0 половину выигрывает команда из России. Теперь только вопрос, с каким счетом все это дело закончится после сыгранных 15 раундов. Эх, ну что, пора бы уже Немиги включаться. Когда уже, если не сейчас, там 8-0 половина выиграна. Я бы не сказал, что Вегу бы сильно смутил, если бы они в защите взяли 7-8 раундов. Итак, Немиги как не было, так и нет на карте. Но есть еще время за камбэч. Какие-нибудь 5 раундов всегда можно выиграть. Правда, тусуются мы видим на респауне. Пока террористы вновь им дают занимать центр. И в этот раз со сплитом под базу А планируют делать вылазку белорусы. Ну, пока никого не находит хитмаус, играя в коннекторе. Пробрасывает Молотов. Кстати говоря, Молотов не очень приятный для мира. Надо бы его тушить побыстрее. Но параллельно хуже внезапно нашел килл. Да, Молотов потушил. Дал смоук флешку. Парень в окне, это безусловно мир. Но его никак больше не напрягает. Чоппер пошел в аркаду, умер. Вот это было не лучшее решение для Чоппера. Теперь Кишандро будет здесь не просто разыграть. Его пойду доведите с коннектора и с ямы, с пеллоса в случае чего. Но игроки атаки сами отходят. Немига как-то, по-моему, уже не могут понять, что они хотят играть до конца. Вроде бы на Б бежит бомба. Проблема у игрока в коннекторе, безусловно. Худжи с инфойс какой-то вроде бы, но не дочекал. А его в спину не убили. Ну все, теперь хитмаус сам тут серьезные проблемы должен испытывать. Упад на него Худжи четко делает хедшот по оппоненту. Но плента отпустили. Здесь вообще никого и Немига, ну, как минимум, на бомбу может разыграть. Раскачали очень бодро сейчас оборону белорусы. Это будет плент. Еще и погибает, мы видим, Кешандр. Ну и 3 в 3. Хороший фраг в центре карты. Правда, есть поджим в спину. И интересно, проверят ли его на таком вот тайминге. Джар. Ждет шорта. Знаешь, что за колонной кто-то есть, но как его оттуда выкурить, неясно. Может быть, мир. Пытается байтить на себя внимание, судя по всему. Ну, пока мир проходит, ближнюю стеночку должен чувствовать. Ну и вот он, выпад. По голове попал, но не добил. Тут уже и хуже подключается. Два фрага есть. Третий стелет. Робо. 1 на 1. Остается Вайласи делает хедшот. Вот он раунд. Джар все-таки не хватило выдержки. Робо сам к нему вышел на прицел. Но Джар все-таки уже предварительно нажал на спусковой крещок. Второй выстрел с таким высоким темпом было произвести нереально. 8-1. Лучше поздно, чем никогда. С почином Немику. Да, давно пора было бы забрать этот раунд. Но действительно, наконец-то Немика включились в игру. Понятно, что пока крайне нелегко выглядит задача того, чтобы как-то поломать экономику Веге. Но хотя бы набрать пару-тройку раундов было бы не лишним. Да, раунда три. И Вега, возможно, даже на пистолетах останутся. Ну, да, для этого, конечно, еще нужно приложить огромное количество усилий. Выход, кстати, снова с центром и под П. Ну, тут еще было бы неплохо, конечно, и раунд следующий не проиграть белорусам. Иначе тогда у них совсем все плохо будет. В плане экономики. Потому что и там один в один остались. Яма, яма. Сейчас кого-то где-то убьют. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это разборки интересные. Джар в упоре, с Маком, с АВП на руках. А какой был план, вот если бы побежали втроем на него? Он бы одного убил? Ну, такое что-то странная идея от Джиара. Главное, что его за это не наказали. Он, в принципе, отошел назад без проблем. Снова упор гигантский делают на центр. Не мига. Обычно эти раунды ни к чему хорошему их не приводили. Как-то вот они занимают, делают подсадку. Но все это абсолютно читается командой Вега. Мир. Понимаешь, там кто-то есть из оппонентов. Видишь, за стенкой одного дает фраг. И дальше призывает на помощь тиммейта. Четко работают связки Мирки-Шандр. А там еще даже Яма не прибежала. Ну все, Яма уже бежит на смерть. Там Джиар на приеме. Вместе все с тем же Чоппером дают фраги. Не удается до конца разыграть окно белорусам. Постоянно они там умирают. И коннектор не удается разыграть. И окно. То есть смысл вот этого контроля центра карты абсолютно теряется. А ведь отчаянно пытались, отчаянно надеялись не мига, что именно окно станет ключевой позицией. Но как бы не так. Ключевая позиция разве что для Вега Сквадрон. Потому что она вновь приносит им раунд. Заставляет не мигу делать форс. Так как у них в любом случае не было бы бая. И как бы это все нас ведет чуть ли не на 11-1. Может стоит активнее использовать ковры или еще раз ворваться на Б. То есть как-то по шарту-то пробежать можно. Если вообще мидл отдается. Ну ворваться на Б это наверное единственный вариант, который сейчас может привести хоть к какому-то положительному исходу раунда. Так в итоге и делали себя не мига. Сразу контрраскидка в ответ. Но пройти до понта дадут. Мир 20 патронная эмочка. Дал только один минус. Худжи уже отдался. У мира 13 хп. Это шанс. Отличный шанс. Шанс, за который нужно цепляться. Тем более, что отпустили игрока на центре. Джиар находит размен. Бомбу пока не ставили. Вот это пропрыг. Но главное, что Кишандр как-то не отреагировал на него. Бомба на земле. 3 в 3. Пока надо еще за бомба вернуться. Продавили Джиара. Как же. Ну грустно промазал только что снайпер. Кишандр еще и запалился. Так что наверняка. Ну это хит-парад каких-то странных ошибок от Вега-Сквадрон. Который нас увидит на второй раунд у Немиги. Очень широкий стрейф был для Роба. И решение идеальное. Ну что, Мир. Пару спин увидит, наверное. Его тут вообще ждут. Нет. А, нет. Жду. Все четко ждут. Здесь подбирают девайсы Немига. И забирают раунд чисто на пистолетах и арморах. Браво. Действительно молодцы. И в принципе вот так вот уже выходят на 9-2. Ну тут все последние раунды нужно брать вообще все подряд. Тогда это еще зачтется. Выходы на Б. Неожиданно. Действительно приносит команде Немига парочку раундов. Ну вот Вега где-то не доигрывает именно с этим плентом. Да. Действительно. Вот пока единственные два раунда, которые удались, это были в направлении Б плента. Но Вега иногда сами заигрываются. Иногда их за это наказывают. Ну и такие непонятные ошибки иногда допускают. Казалось бы, которые нет, а уж не были бы. Изи. Говорит Хитмаус. Дает 2-3 килла. Джар разменялся. Увидел, кстати, еще и шорт. Но его уже в бочину расстрелял Роба. Очень редко ходили по коврам. Но этот раунд идеально вписался в картину. Роба, правда, тоже погибает. Тут уже 2 в 3. Без бомбы. Ну вот какая-то скомканная ситуация для белорусов. Да и для тех, и для других, раз уж на то пошел. Как-то позиции такие немного сомнительные. И мир только что увидел просто... Что это? Ну зачем? Нафраговали классно на Мига. Но как-то это преимущество очень быстро растранжирили. Пока бегали за бомбой. Пока вот по одному занимали позиции. Все может закончиться плачевно. Ну вот тут все в руках. Безусловно, Худжи. Но Худжи сейчас просто пройдет степом, и он не заметит этого. Все к этому и привело. Опять эти позиции под сразу двух оппонентов к одному бокам приводят нас к тому, что Немига уже в 2 в 1 ставит бомбу, а мир по-прежнему еще на противоположном пуинте. Верил до последнего, что все-таки в А придет бомба. Но нет, все-таки это двойка на Б. Для белорусов мир попикает. Если вот одного быстро убьет, то может быть еще и потащит раунд. Ну быстро убить будет тяжело, там еще огромное количество гранат. Вот Кичин пришел парень. Так, парня не ждал. МДС просто пришел, увидел оппонента боком. Какой третий, четвертый фраг боком здесь проходит у нас за этот раунд. Мантию-невидимку нашел МДС. Действительно всех находил боком стоящих. А пока пауза, нам напоминают про сайт streambonus.com. Заходите, выполняйте легчайшие квесты. Смотрите непосредственно с этого сайта stream. Там есть чатик. И получайте скины от нашего партнера CS Money, дорогие друзья. А если вы особенно упорные, то, возможно, и поедете на финалы Inventational в Шанхай. Пока вылетел Кишандр, и мы все дружно ждем его возвращения. Вот такая вот ситуация. Пауза не тактическая, а техническая. Ну, вроде как постепенно возвращаются белорусы в игру. Не слишком ли поздно? Ну, хоть как-то уже пытаются здесь наверстывать упущенное. Ну, поздно было бы на 11-0, а тут 9-3. Это потенциальная 10-5. Ну, более такая, наверное, приземленная перспектива как раз к этому счету. Но теоретически и 9-6 можно сделать. Если, да, вот подорвать экономику. Взять этот, взять следующий. И все, 9-5. Камбэк. Так, буквально вот действительно все упирается в один раунд, и тогда уже можно будет довести все до победного конца. Так, я тут просто сейчас замечательную новость с Hell TV увидел. Я, конечно, в английском не силен, но Penta релиз ростер намекает на то, что, по-моему, внезапно мы не дождемся анонса новых игроков в этом коллективе. Как так? Легендарный Penta. Там оставалось, конечно, 3 человека, но... Возможно, новых наберут. Иноцент пойдет к друзьям в Pride. Раз уж он и на HellCase за них успел поиграть сейчас, вполне говорит, что вам тут Том, зачем он вам нужен, я играю лучше. И пойдет туда играть. Да, вообще там еще команда Eigo есть. В принципе, тоже парни на квалификациях неплохо себя проявили. Так что сцена существует. Вот, помимо команды Virtus.pro в Польше, и это, конечно, здорово. Ждем. Не знаю, сколько там понадобится кеша. У него, конечно, и так не особо летело, но вчетвером-то доигрывать не вариант. Ну да, мы понимаем, что у Кешандра, ну хотя бы гранаты на руках были, он их применял, плюс на размене играл. Это уже неплохо. А так, ну, возвращается Кешандр и пинг 152 во время входа. Ну а потом уже, наверное, как-то из-за этого и были проблемы. Ну, вроде все выходит на круги своя. Да, да, так и есть. Вот пришло, пришло очень нелюбопытное сообщение. Я думаю, скрывать и держать интригу смысла нет. В принципе, это вскроется. А вдруг никто не догадается. Вдруг никто не догадается. Матч просто авангард, в общем, стартует через три минуты, но мы ворвемся уже со стримом нон-стоп по готовности. Не знаю, сколько еще Вега будут против Немиги играть, но сколько бы они ни играли, матч казахов против украинцев начался. Ну, для начала нужно понять и вправду, чем закончится эта встреча, а потом уже переходить на следующий матч. И пока, ну, Кешандр что-то уж не был, судя по всему. Это камбэк. Это камбэк. Да, Кеша погибает. Как перезашел, так и отдался. Хитмаус и компания с использованием ковров тут уже могут выходить на более перспективно. Ну, тут Леонид. Так, Чобер вместе с ЖР пытается стелить, но немного еще пострелять надо было бы. Скорее всего, фраг упал бы в его копилку. Ну, что это за врывы на АВП? Это что это с другой стороны? Опасный выход. Смоук действительно слишком как-то самонадеянно все это смотрелось. А финансы-то закончились в Веге. Это все, это был последний раунд. Ну, погоди. Последний раунд еще не закончился. Все-таки одного битого забрал. Вот если бы перекрыл МДС, а было бы все вообще замечательно. Так как последний киберфокус семью ХП. Ну, вот теперь да, теперь все. Действительно и... Какое серьезное лицо. По-моему, рисовали Сильвестра Сталлоне. Лицо человека, который настроен на камбэк, по-моему, сейчас. Да, и пока камбэк действительно приближается, по крайней мере. Уже более-менее неплохо. Но, конечно, 5 раундов будет уже здорово, а 6 так и вовсе прекрасно. Вега-Сквадрон где-то повернули не туда. Так начинали. Сколько там? 8-0 был счет. И Джер выходит, дает фраг. Вот так вот, на злости. Крейнис пошел. Кишандр второй минус. Вот такие вот эти агрессивные пистолеты. Джер Авик забрал в метле. Вот это подарок. Тут сейчас еще можно интересно разыграть. А Молотов не разгорается, кстати, на Кишандра. А Роба и не пойдет. Его тиммейты мы видим все-таки ближе к базе Б. А еще один... Они в два Авика, что ли, играли? Наверное, и оба Авика погибли. Вот ведь проклятие какое-то родовое, которое сказалось на этих двух снайперах. Любопытно, конечно. Чем закончится раунд? Роба может подловить, конечно, эту аркаду. Кеша. Ну, Кеша сейчас сам заметит оппонента боком. Надо было бить по голове четко, но... А первая пуля мимо, и дальше уже пошло-поехало. И все остальные тоже мимо. Ну, какой-то дэмэдж был, но несерьезный. Я уже подумал, все, он встал в позиции. Боком выходит. Сто процентный эпизод. Но нет. Как мы видим, на Мираже не летит у Кеши. Там коннектор, скорее всего, будет идти первым. Ну, и на приемку должен отвечать Чоппер. Хотя тут находится между, так что сильно тут он принимать не будет. Джар увидел бомбу. Это очень важно сейчас для команды Вега. Чоппер понимает, что робот откроется с ковров рано или поздно. И позиции коварные. Чоппер все-таки забрал оппонента, и только после этого погиб. Важно, что минус все же успел оформить. Вот если бы еще и Джар дал килл, тогда все было бы здорово. Ой-ой-ой! Под его лицом. Худжи! А там в пленте все еще мир живет. Вот Худжи выходит в спину и убивает. Вот это раунд с пистолетами для Веги. Неожиданно Вега Сквадрон забирает для себя 10-й раунд. Худжи, ну, прям отметил день ВДВшника. И бутылку лицом разбил. После этого пошел еще и лица набивать. Ну, красиво все было сделано. И Вега Сквадрон действительно там, где уже никто не ждал, забрали для себя раунд. И вы посмотрите сейчас, что в закупе у Немиги. У Немиги в закупе победное АВП. И 4 не очень победных пистолета. Или же наоборот. Снова пропрутся. Теперь уже у других скилл проснется. Мир побежал под свою же флешку Аркадий. Первые минусы Завика прострелом в голову Леониду. Вот такая ВП победа. Первый кивы вправду нашелся. Дальше полетели на худший. Тут не был к такому готов. Джар снова играет на размене. Ну, вот если б не украинец и не знают, что тут делали. Ладно вам. Киберфокус на развороте еще и мира забрал. Какой хэдшот от Хитмауза. Это жесть. За всю боль. В первой половине Немига хотят побеждать. Но Джар не согласен. Дает очередной фраг. Остается 1 в 2. Ну, бомба уже на А. Инфы маловато. Ну, что, Джар идет постепенно к своему перспективному Эйзу. Дуэль двух АВП в первую очередь. Киберфокус и Джар тоже окажутся более полезным. Подобрал киты, что немаловажно. Ну, тут уже понятно после смока, что это будет А 100%. Вот тут не увидел. А парни на КТ убежали. Вот это только что не повезло сильно Джару. Или не убежали. Они вернулись под флешку. Это подарок судьбы. Он заметил, но не успел отреагировать. Про второго не в курсе. Про стрельщик. А, я думал хедшот. Ну, хаешка. Хаешка и при этом вроде должна была вообще подрывать. Не подрывал прострел. Сильный по Робо. Второго не знает, где находится. И походу дела не будет ждать респауна. Видел пропрыг. Думаешь, там один игрок. Ну, Робо, скорее всего, погибнет. Он еще боком. Ноу-зум. Это вне закона, Джар. Так, квадрокилл. Джар понимает, что на респауне кто-то может находиться. Бомба стоит под респ. Не туда стоит. Двойной скоб. Второй зум. Зачем второй зум, когда там и так 3 метра. Джар, ну что же, только что он наделал. Такой бы и сочный получился квадрокилл был. Но в итоге Киберфокуса Тай не заметил. 50 на 50. Или слева Киберфокус, или справа. Все-таки не угадывает капитан команды Вега. Счет первой половины. 10-5. С 8-0 от Камбэчили. До 5 раундов Немига. Жесть. Действительно, смогли Немига вернуться в игру. И теперь, чтобы окончательно закрепиться в этом матче, им нужна пистолетка. И следующие два раунда. Пока так сложилось в этом БО-3 матче, что абсолютно все пистолетки выигрывала КТ сторона. Ни разу атака не выигрывала пистолетный раунд. Так что у Немиги неплохие шансы с точки зрения цифр. Камбэк действительно всегда реален. Так что белорусы на характере после такого провала поначалу могут отыграться. А вот Вега выходит под А. Причем 3 плюс 2. А, нет, это дикое в центре, извиняюсь. 3 плюс 2 дикое. Не видно мне отсюда, что это дикое. Но неважно. Роба. Роба собирает урожай. Ну, по стоячему. По стоячему. Один фраг. Урожай Роба составил не особо богатый урожай. Засуха была, друзья. Из-за этого такое происходит. Неплохо. В итоге Вега вышли на флэнт. Раз уж на то пошло, мир еще и дал фраг. Теперь остается последний хитмаус. Его можно здесь забирать. А можно вообще не стреляться и ждать, когда тот сам пойдет воевать. Информация стопроцентная. Действительно, мир просто контролит. Короткими стримфами. Я просто не могу 20 патронов никуда. Извините, друзья. Сначала так у Роба по стрельбе не пошло. Теперь у еще одного товарища. Никто не спорит, что мир супер Аймер. Но так много пуль. Только в дешевых русских боевиках, наверное, мимо кассы летит. Ну, благо для команды Вега они оставались на бомбе. Три в одного. Поэтому эпизод ни на что не влиял. В отличие от того же Роба, который мог моментально убить второго и третьего уже нанести урон. Но вот не пошло, к сожалению. Да, и после этого Вега Сквадрон все же впервые за этот матч забрали пистолетку за атаку. Но теперь, конечно, будет тяжело камбетчить Немиге. Как-то вот без пистолетки-то здесь все выглядит уже не настолько радужно. Возвращаться в игру придется буквально уже на финишной прямой оппонента. Ну, или в очередной раз отжать раунд против четырех фармганов. Все-таки Вега две Юэмпишки, два Мак-десятых закупили. Аркадий будут под базу Б. Сделали энтрим. Остается только один опорник в этой точке. Молотов. По-моему, от тиммейта. Да, бывает и такое. Ну, ничего страшного. Выходит вперед. Заметили уже МДС. Напрыгивают на него без шансов. Для игрока дефенза. Ровно так же, как и для следующего киберфокуса. Так же забрили и в целом бомбу ставят без каких-либо проблем. Идти, наверное, уже не будут, конечно, Роман и Роба. Там арморы, Диггл, ЦЗшка. Следующий раунд в любом случае экономический для Немиги. Так что просто в никуда. Наверное, Аркадий смысла нет. Там Чопар перекидывает калашик. Прячет. Куда подальше? Чтобы никому не достался. Ну, калаш-то, скорее всего, в руки уйдет. Плюс, возможно, один из игроков на МАГ-10 свопнется на UMP. Все же к девайсному это было полезнее. Хотя для девайсного еще один экономический впереди. Так что тут, наверное, агрессивные фармганы больше популярностью будут пользоваться. Чопар просто выкинул UMP. Остался с калашом. Роман. Нет, что-то не летит из пистолета. Кеша уже, по-моему, сам был готов умереть. А Кеша уже на релоуде был. У него тоже патроны все закончились. Что творится? Почему внезапно у игроков из той и с другой стороны начали так руки дрожать? Как-то Кешандер абсолютно странно погибает. Ладно. Тем интереснее становится дальше. Ну, раунды-то выигрывают Вега. Как бы там Кеша не умирал, счет на табло 12-5. Плюс у Немеги еще экономический. То есть потенциально к 13-му должны выходить Вега очень легко. У них, правда, два калаша, три МАГ-10. Ну, Кешандер взял калаш. Один калаш больше, чем был в прошлом раунде. Это уже заявочка. Правда, сейчас... Там в центре размены. Ну, Худжи и его МАГ-10. Это лучшее, что бы мы могли видеть сейчас. Это важно. Это важно. Худжи бежит на Б. Понятно. Если там 5 мидал у Немеги, то можно занимать плент. Ну что, разменялись. Забрали калаш. МДС. Правда, мог бы калаш и Роману отдать с армором. Ну, посмотрим. Ну, пока до Романа калаш так и не дошел. У него МАГ-10 тут только есть. Неплохие контрраскидки. Молотов шутка под игрока КТ и моментальный хэдшот. Забайтил Молотовым на эту аркаду. Боец атаки. Хаешка под тиммейта. Ничего страшного. Последний МДС. Тут сейвит, судя по его местоположению. МДС уже давно убежал спасать свой калаш. Понимая, что он ему нужнее в следующем раунде. 13-5 все-таки есть. Все тот же. Невероятный Худжи на ваших экранах. Как же нравится он нашим Апсам. Он свой минус сделал. Бомба взрывается. 13-й раунд отправляется в актив команды Вега. Немига сидят с гордой пятерочкой бессейвленного калаша. Не будет калаша. Будут только кальты. Ну и АВП тоже присутствует. Киберфокусу в руки оно достанется. Ну и вот такие вот моменты, когда проиграл раунд и как бы уже вышел на матчпойнты оппонента. У Веги вот эти МАГ-10, наверное, единственное, что может помешать. Так что Немига рано-рано еще доигрывай спустя рукава. Ну, Вега должна играть сейчас агрессивно. Просто пускать фармганы в стык, пытаться воевать. Выграют здорово, не выграют. В любом случае еще один бай будет. Да, просто под раскид побежали. Киберфокуса увидели. Пока задавить не смогли. Второй фраг от Роба. Киберфокус здесь уже не жилец. Задавил все-таки Чоппер. Все тиммейты погибли, но он сделал свой минус. Можно даже поставить бомбу. Она, кстати, и была у Чоппера. Ну, кстати, тут, да, на поинт разыграть крайне удачно можно после этого. 4 в 3 убивания вроде как-то без проблем. Выпад. Ну, не должен был погибать здесь реар. Давайте будем реалистами. Ну, Кишандр хоть дал размен. Но это не помогло ему в перестрелке против Хитмауза. Так, есть киты, есть смоук. Чоппер в яме с авиком. Скорее всего, пару раз выстрелит. И просто уйдет на сейв. Ну, там уже идей пошел. Так что будет тяжело убивать до 1000. Но убивает, убивает, отходит назад. Пытается выживать, но второй уже прикрывает Чоппер. Вот этот промашка и стала для него ключевой. С распрыжки просто его давит, как мы видим, Роба. Успеет. Те киты самые. Киты перед ним. Это было слишком опасно. Такой забрал, типа, я видел. Ребята, я видел эти киты, но слишком легко было бы выиграть раунд с китами. Так, ну тут уже совсем становится страшно за игроков. Какие-то такие интересные ему предпринимаются. Но 13-6. А Чоппер мог убить. А там дефьюз 10 секунд. И как бы 14-5, 15-5 в перспективе. Ну просто один промах все решил от Чоппера. Все-таки он не снайпер в своей команде. И не хватило где-то ему как раз реакции дать такой фликшот. По итогу 13-6. Немига продолжают борьбу. Но мы уже отмечали, что с тремя МАГ-десятыми Вега разыгрывали предыдущий раунд. Сейчас не менее быстро, но уже на калашах. Также агрессивно выбегают под ту же раскидку. Но в этот раз более результативно. Первый фраг и второй. Сидится очень легко. Третий туда же. И в принципе, по ходу дела уже раунд-тей подходит к концу. Для МДС и Хитмауза. Оба они довольно далеко располагаются. Интересный получился размен. Вроде бы и стрелял Хитмауз похудже. Прикрывал тиммейта. В итоге последний остался МДС. Ну, МДС пока еще пытается выживать. Но мир неподалеку. Он, правда, сам рэдовый. Поэтому сильно лезть на рожон ему, наверное, здесь не стоит. Очевидно, что нужно все соки выжимать из оппонента. И пытаться забирать у того все деньги. Джар очень осторожничает. Спалился. Главное, чтобы перестрелку выиграл Джар. Молодец. МДС 14-6. И вот так вот финишная прямая у нас уже здесь не за горами. Немига еще решает форсить. Понимая, что взять после этого 9 раундов подряд выглядит маловероятным. МДС купил кольт. Пауза, кстати, заходит. В принципе, обоснованная. Действительно, ситуация для белорусов крайне критическая. Тут вот этого кольта можно закидать в миддл, продавить, занять какую-нибудь яму в раннем тайминге. То есть опций довольно много. Техническая, да, пауза написана? Да, техническая. Отмена тимтока. Сходите к окулисту. Что у вас такое с глазами-то? Техническая пауза действительно, но пока тоже не ясно, чем она вызвана. В прошлый раз вылетел Кишандр. Здесь он на месте. И, кстати, Кишандр по-прежнему на нижних строчках в своей команде. При этом ощутимо выделяется он от всех тиммейтов 7 фрагов на 12 смертей. Ну ничего, сейчас до десяточки еще можно добраться. У Немиги ситуация похуже, в принципе. В общем, фрагов меньше. У Романа, кстати, тоже 7. Но благо Хитмаус с десяткой сидит совсем близко. Ну что, ждем техническую паузу. Я пока почекаю, какой там вообще у... Про 100 счет, может быть. Как там у них дела? Как там у них дела? Ну, может, еще и начинали все-таки. Может, 10 минут задержки сами потом игроки себе сделали. Сомневаясь в этом. На трейде. Сомневаясь. Ну, пока есть еще и возможность Немиги как-то рассчитать, кому сколько что перепадет по девайсам, кто будет готов действительно на чем отыгрывать и кому как комфортнее. Понятно, что закупится в ноль и будет рассчитывать именно на этот раунд, но ничего более. 1-1. Там только все начинается. 3 к 1, кстати, кэфчик. Вообще букмекеры просто не верят. Ну, там уже 2. У меня более свежая информация. Я туда-сюда страничку листал. Но это не важно. Важно то, что техническая пауза уже закончилась. Парочка беретов, ЦЗ, Кольт, даже 3 ЦЗ и Кольт для Немиги. Ну, такое вот решение. МДС должен реализовывать свой потенциал игрока на 200-300%. У него единственный девайс на всю команду. А Роман идет в аркаду. И, кстати, далеко не факт, что плохую. Скорее наводит. Одного 100% заберет. Это калаш. И позиция за углом. Ой-ой-ой. И Чоппер, Чоппер просто прилетел. Смерть с небеса Чоппера. Так все хорошо начиналось. Он с ковров, что ли, пробежал? Да, он тупо с ковров спрыгнул, забежал в спину и сделал фраг. А Немига, главное, вообще не успели понять, что тут происходит. Может, флешку словили. Там все-таки с раскидом все было. Ну, в общем, неплохое начало и не очень удачное окончание раунда для белорусов. 15-6. Даже близко той борьбы, которую мы лицезрели на первых двух картах. Здесь не навязывают Немига. Увы, дорогие друзья. Действительно, 15-6 идет игра. При этом, ну, здесь не на чем бороться. Коллективу Немига. Снова какие-то недозакупки. А в этот раз два деглация за МП-9 и ЕМП. Нельзя сказать, что это многим лучше того, что мы видели до этого. Даже где-то похуже. Но шансы есть всегда. Стоят 2-1-2 сейчас белорусы. Вега-Сквадрон вновь с акцентом по точку А сейчас работают. Отправив, тем не менее, одного люркера в район Б. Нравится Веге бегать под аплент. Под концовочку они очень зачастили туда. Выпад на МП-9. Ну, такой выпад. Выползание, скорее, от Романа закончилось ничем. Еще фраг от мира. И, походу, это ГГ, дорогие друзья. Да, все действительно на это намекает. Лучше загоняет уже предпоследнего. Роба с ЦЗшки. Двоих уработал. Мансует просто как царь. Но вот со ступеней стреляться уже было не лучшим решением. Последний Хитмаус вообще только сейчас добежит до респауна. Бомба, кстати, еще очень далеко. Так что Хитмаус может немного постреляться. Как-то под Бэплом там его тоже не задетектили. Поэтому Хитмаус, ну, как минимум, повоевать здесь точно может. Вот Смоук пойдет, наверное, в Смоук. Или запрыгнет просто почекать с Еща. Вот Еща проще будет играть. Не увидел. Ну, а вот что дальше делать? Прыгать, топтать. Дальше писать ГГ. Вот так вот в спину. Например, забрать его в неплохом. Но нет, не получится. Все-таки счет 2-1. И при этом Вегас-Квадрон все-таки побеждают. 15-6. Фаворит проходит дальше с белорусами. Мы прощаемся в рамках этой квалификации. Берем буквально нулевой перерывчик. Перерывчик и...